Ольга Пашнина «Ведьма в шоколаде» Читает Екатерина Попова Автор выражает благодарность Наталье Жильцовой, без которой шоколадка была бы совсем другой, и читателям, полюбившим вкусную магию. Глава первая Сколько помню, меня всегда сравнивали с сестрой, и сравнение выходило не в мою пользу. В школе Сара была самой очаровательной и непосредственной ведьмочкой. А как она рассказывала стишок, а как танцевала танец котелков, не было равных юной белокурой красавицы. Вся родня, все наставники в один голос прочили ей блестящее будущее. Затем был период взросления, тяжёлый и бесконечно долгий. Сара прошла его изящно и легко, я – тяжёлой поступью. Сестра была звездой Академии, любимицей элиты города и заодно наших родителей. Я взрывалась в книги часами, проводя за ними время. Книги о приключениях стали моими друзьями, любовные романы заменили первые чувства, а учебники воспитывали куда внимательнее родителей. Иногда мне казалось, что светлейшая счастливила даром невидимости, потому что порой меня не замечали даже те, в чьём доме я жила. Нет, конечно, обо мне заботились, покупали всё, что нужно, следили за тем, как я одеваюсь и веду себя на людях. Но, глядя на Сару, мне хотелось хоть немного узнать, каково это – быть любимой дочерью. Даже карьеру Сара выбрала престижную настоящую – маг-архитектор, не чета, зарывшейся в книге и колбы сестре. Я поступила в академию на пару лет позже неё и выбрала алхимию. И действительно проводила кучу времени за опытами и учёбой, но и надежды подавала большие. Мой дар по-настоящему раскрылся на этом факультете. Но никто этого не заметил. Постепенно такое положение стало меня устраивать. В сущности, не так уж плохо, когда тебя не замечают. Вокруг образуется какой-то особый мир, понятный только тебе. Со временем в этом мире становится уютно настолько, что вылезать совсем не хочется. Впрочем, иногда приходится. Всё должно было измениться сегодня. Во-первых, это был первый день весны, и погода, словно обрадовавшись, подарила городу погожие солнечные часы. Во-вторых, начинались каникулы в академии. И в-третьих, мне исполнялось 18. А это значило… Нет, не подарки и праздник. Этот день был традиционно сарен. Мы родились с разницей в пару лет, но в один день. Обладающая множеством друзей и поклонников, сестра всегда закатывала вечеринку в доме, и мало кто вспоминал, что не только у белокурой сестрички Гринвильд сегодня день рождения. Дело было немного в другом. Любимая бабушка, которая была не просто талантливой ведьмой, но и единственным человеком, кто не впадал в восторг при виде Сары, завещала мне небольшой домик в черте города. Каменный, немного старомодный, с одной комнатой и небольшой кухонькой, но с ухоженной территорией. А главное, домик этот был на берегу реки, а я так обожала воду. Два года я ждала, когда смогу получить наследство и переехать. Да, самостоятельная жизнь пугала, но мне хотелось свободы. Хотелось оказаться хозяйкой дома, а не тенью сестрички. Я с трудом дотерпела. Условием завещания было моё восемнадцатилетие, определённый доход и согласие папы как бабушкиного душеприказчика. Первые условия были выполнены, папа против переезда не возражал, а маме, которая никогда не общалась близко со свекровью, было плевать, что станет с домом. Я предвкушала новую самостоятельную жизнь. Вернулась из Академии рано, в конце семестра всегда было мало занятий, почти все экзамены я уже сдала. В доме царила настоящая суета, все готовились к празднику Сары. Дежурно поинтересовавшись, не нужно ли чем-то помочь, и получив отрицательный ответ, я поднялась к себе. Приняла ванну, немного поспала, неделя сессии выдалась трудной. Когда часы показали пять вечера, начала собираться. Мне хотелось поговорить с родителями до начала праздника, чтобы напомнить о нашем уговоре. Я непроизвольно бросила взгляд на портрет на стене. Папа настаивал, чтобы по всему дому были развешаны портреты членов семьи, мол, это подчёркивает наше единство. Как всё же не похожи мы были с Сарой, словно и были неродными сёстрами. Она яркая блондинка, со всегда безупречной улыбкой, королевской осанкой и врождённым изяществом. Я шатенка с беспорядочно вьющимися волосами. Небольшого роста, маленькая и юркая, вечно задумчивая и отстранённая. Даже на портрете смотрю куда-то вдаль. Не помню, что отвлекло меня, когда этот портрет писали. Для торжества я выбрала строгое бордовое платье в пол. Подумала и добавила чёрный приталенный пиджак, а волосы собрала в нарочито небрежную косу. Провела бесцветным блеском по губам и немного нервно выдохнула. Незачем слишком наряжаться. Блистать сегодня будет Сара, а я сделаю первый шаг к взрослой жизни. Успокаивая бешено бьющееся сердце, я спустилась к кабинету отца. Да что может случиться? И маме, и папе плевать на моё наследство и меня саму. Они без проблем отпустят меня жить одну. Да, наверное, перестанут обеспечивать, но я ведь и хотела этого. Хотела понять, чего стою я, а не моя фамилия. И время для этого пришло. Из кабинета доносились заливистый смех Сары, голос папы и ещё один незнакомый мне. Надо было подождать, но прежде чем я подумала об этом, рука сама взялась за ручку двери. В последний момент опомнилась. Надо бы постучать. «Войдите!» — услышала голос отца. Ступила в мягко освещенный тёплым светом кабинет и замерла у порога, насторожённо рассматривая гостя. Это был мужчина лет 30 на вид, в явно дорогом костюме и с резной тростью в руках. Он обладал несколько грубыми чертами лица, что его совсем не портило, но чётко очерченные скулы придавали немного суровый вид. Светлые волосы были коротко подстрижены. Хм, а в этом году у аристократов в моду вошли конские хвосты. Что это он, не следит за веяниями? Я резко себя одёрнула, чего я взъелась на таинственного гостя. «Я, наверное, попозже зайду», — неуверенно спросила я. «Дейзи», — дежурно улыбнулась мама, — «проходи». Все как-то странно улыбались. «Нет», — папа покачал головой. «Тебя это тоже касается. Дейзи — это Дрэвис Фолкритт, один из предпринимателей Града, владелец продовольственных фабрик по всей стране. Господин Фолкритт — это наша младшая дочь Дейзи Гринвильд». Господин Фолкритт улыбнулся, поднялся с кресла и галантно поцеловал мою руку. «Приятно познакомиться, леди Гринвильд». «Взаимно, господин Фолкритт», — ответила я. «О, прошу, называйте меня Дрэвисом, ведь в скором времени мы станем довольно близки». «А?» — не поняла я. «Дрэвис сделал Саре предложение», — просияла мама. «В начале осени состоится свадьба». «О, поздравляю», — совершенно искренне произнесла я. «Что ж, не могу сказать, что это стало неожиданностью. Саре было двадцать, а в наших кругах это самый подходящий для замужества возраст. И жених, надо заметить, достойный. Явно богатый, взрослый, обходительный. И не будем лукавить, умопомрачительно красивый. А ещё маг каких мало. Он тщательно скрывал силу, но я заметила на руке неброский перстень с камнем жизни. Серьёзный артефакт. И раз он его носит, то обладает серьёзным даром». В общем, за сестру я была рада. Ровно до тех пор, пока мама не прощебетала. «Жду не дождусь увидеть, какой ремонт вы сделаете в бабушкином домике». «О, Сара, это будет твой первый дом». «Что?» Всеобщая атмосфера умиления развеял мой вопль. «Светлейшая. Пусть у бабушки будет ещё какой-нибудь домик». «Дэйзи», — нахмурилась мама. «Какой ещё дом?» — спросила я. «О чём вы?» «После свадьбы Сара и Древис будут жить в бабушкином домике у реки», — сказал папа. «Сейчас там идёт ремонт». Мне показалось, что все звуки вокруг просто-напросто исчезли, а в моей голове осталась лишь фраза «будут жить в бабушкином домике». В моём домике. «Но бабушка», — произнесла я, стараясь сохранять спокойствие, — «оставила его мне». «Ох, Дэйзи, ты ведь живёшь здесь. Дом пустует, а твоя сестра...» «Мне восемнадцать», — напомнила я. «И я как раз хотела поговорить о своём будущем». «Зачем им этот дом? Неужели у господина Фолкрита нет своего жилья?» «Дэйзи», — возмущённо воскликнула мама, — «ты ведёшь себя невежливо». «А...» «У меня не осталось слов. Вообще. Совсем». К счастью, мама избавила от необходимости что-то говорить. Она взвелась с места, схватила меня за руку и потащила прочь из кабинета. А в коридоре, прищурившись, поинтересовалась. «Что ты творишь? Ты позоришь нас перед гостем». «Это мой дом», — рёвкнула я так, что сама от себя не ожидала. «Бабушка оставила его мне». «Фолкрит богат, вы чертовски богаты. Так почему вы отдаёте Саре моё единственное жильё?» «Сара тоже любила бабушку, и она хочет отдать ей дань уважения о благороде в дом, а ты превратишь его в свою лабораторию». «Да, потому что вы не разрешаете мне держать её в доме. Я вынуждена сидеть в академии до темноты, чтобы сделать все задания». «В моём доме не будет алхимической лаборатории», — отрезала мама. «Это во-первых. Во-вторых, ведёшь себя как маленькая эгоистка. Сестра выходит замуж, ты должна за неё радоваться». «Я радуюсь, но не тому, что она будет жить в моём доме, который мне оставила бабушка. К тому же ты не можешь отдать его Саре. У меня есть доход, мне 18, я имею право претендовать на него». «Стипендия, моя милая, ни одним судом не будет принята за доход». «Это помощь градо студентам, это не жалование и не прибыль. Так что извини, но на ближайшие четыре года забудь об этом». «И я говорю последнее слово. В доме будут жить Сара и Древис. Тебе понятно?» «У него что, нет жилья?» — снова спросила я. «Это не твоё дело. Сара хочет жить в бабушкином доме, и она будет там жить. А ты?» «Ты меня разочаровала. Она твоя сестра. Вот уж не думала, что ты вырастешь такой эгоисткой». Я была так зла, взбешена, что хотела орать и драться. В один миг все мои мечты о самостоятельности просто разрушились. Я привыкла, что Саре достаются похвала, внимание, успех. «Но то единственное, что мне оставила бабушка...» «Я вам никогда этого не прощу», — сдавленно проговорила я, развернулась на каблуках и понеслась к себе. Но перед тем, как отвернуться, отчётливо увидела. Мама закатила глаза. В комнате меня накрыло. Я орала, разбивала чашки и ревела, под конец уже просто забившись в угол. Мне было так больно и обидно, что не оставалось даже сил сесть и трезво подумать, как быть дальше. Я смирилась с тем, что всем было плевать на меня. Жива, здорова, одета, накормлена, отлично. Да-да, как всегда. Дейзи витает в облаках. Что ж, не всем детям быть идеальными. Но никогда ещё ко мне не относились так наплевательски. Никогда ещё не отнимали то, что я заслужила, да ещё и в пользу Сары. Мы никогда не сталкивались с проблемами дележа игрушек или каких-то материальных благ. У родителей было достаточно денег, чтобы покупать всё поровну. Даже в самом страшном сне я не могла вообразить, что сестра захочет отнять у меня дом. Нет, иллюзий по поводу отношений с ней я не питала. Но мы не были врагами. Мы жили как... как соседки. Как дальние знакомые. Здоровались, встречались за завтраком, дежурно поздравляли друг друга с праздниками. До сих пор я считала, что Сара и не помнила о том доме. Она бабушка-то видела раз пять за всю жизнь. Когда в комнате стемнело, я наконец успокоилась. Никто так и не зашёл убедиться, что я в порядке, но это было только к лучшему. Внизу гремел праздник, народ приходил и уходил. Они не заметят, если я осторожно выскользну из дома. И больше никогда не вернусь. Я выгребла все деньги из шкатулки. Мне хватит на первое время. Снять комнатушку, более-менее снос напитаться. А потом найду работу. Я почти закончила первый курс столичного факультета алхимии. Для крупного города этого мало, но вот в каком-нибудь мелком я вполне смогу подработать ведьмой, благо и талант есть и кое-какие знания. Потом, подумав, я вытащила из сумки половину одежды и запихала учебники. Пригодятся, если захочу зарабатывать талантом. Начала переодеваться. Платье сменила на удобные брючки и рубашку, замаскировала следы слёз на лице. Всё делала как-то отстранённо, решив, что плакать и страдать буду позже. Неожиданно дверь в комнату приоткрылась, впустив из коридора немного света. Я быстро запихала сумку ногой под кровать, думая, что эта мама пришла, чтобы поговорить. Но нет. Это была Сара. От сестры не укрылось моё движение. Она стремительно подскочила к кровати и вытащила сумку. Рассмеялась. «Ты это серьёзно? Да куда ты пойдёшь?» «Не твоё дело, Сара», – буркнула я. «Поздравляю с днём рождения. Веселись». «Размечталась», – прошипела девушка. Выхватила из сумки кошелёк, и он вспыхнул синим пламенем, превратившись в горстку пепла. Ключи, деньги, всё в один миг было уничтожено. «Ты что творишь?» Задохнулась я. «Сара, это уже слишком». «Нет, это забавно. Бедняжка Дейзи, обиженная и непонятая. Вот что бывает, когда богиня от тебя отворачивается, да?» «Да за что ты меня ненавидишь так?» «Не знаю». Она сделала вид, что задумалась. «Может, ты просто оказалась здесь по ошибке?» «Что ты имеешь в виду?» Не поняла я. «То, что если отец привёлся до дочи своей любовницы, это ещё не значит, что ей будут дуть в попу. Пора поставить тебя на правильное место». «Сара, что ты несёшь?» Воскликнула я. «Ты слышишь себя? Что за бред?» «Бред?» Хмыкнула сестра. «Бред — это то, что ты вообще здесь появилась. Ты не Гринвельд, и я не позволю тебе притронуться ни к чему, что принадлежит моей семье». Её глаза, казалось, горели злостью. Настолько яростно, что я сначала испугалась и отступила, а потом вдруг взорвалась. Обида и боль маленькой девочки куда-то ушли, оставив место разъярённой и ничего не соображающей Дейзи. Я бросилась на Сару, намереваясь как следует её оттаскать за волосы. Сестра заорала, пытаясь от меня отбиться. Мы упали на пол и сцепились в ожесточённой и типично женской драке. Послышались какие-то голоса, я различила вопль мамы, но ярость застилала мне глаза. Я совершенно потеряла голову, и в один прекрасный момент из моей руки вырвалось пламя. Лёгкие шифоновые юбки Сары вспыхнули, как фитиль, она истошно завизжала, а меня отбросила в сторону чужой магией. Приступ схлынул, я осознала, что натворила, и обессиленно привалилась к стене. Сару, конечно, быстро потушили, и теперь она рыдала на плече у новоявленного женишка. Наверняка рассказывала историю, как я незаслуженно её обидела. Как в дурацком сне, когда не можешь толком двигаться и соображать, я поднялась и подошла к отцу, просто чтобы посмотреть ему в глаза и увидеть там ответы на все вопросы. «Это правда?» Мой голос звучал хрипло. «Я дочь твоей любовницы?» Наверное, я ждала, что он развеет все мои сомнения, отмахнётся от этого и рассмеётся. Какая нелепость. Но папа просто отвёл глаза. Я не успела обдумать это. Услышала рядом... «Дэйзи Гринвельд!» Именем королявы арестованы за нападение с применением магической силы. А потом на моих запястьях сомкнулись кандалы. «С днём рождения, Дэйзи Гринвельд!» В небольшом кабинете странным синим пламенем горел камин, освещая стеллаж с книгами. Корешки были старинные, инкрустированные самоцветами. За такие на чёрном рынке Града давали целое состояние. Но мужчину, что удобно устроился в глубоком кресле, не интересовали деньги. Как, впрочем, и книги. Он с неотрывным вниманием следил за нервными и прерывистыми движениями закутанного в плащ парня. Тот с трудом извлёк из внутреннего кармана плаща сигару и закурил. «Ты явился, чтобы я оценил твой вкус в выборе табака?» Холодно спросил мужчина. «Прости, Уилтерн», — хрипло отозвался парень. «Нервы. Чуть не попался. Я так понимаю, у тебя есть новости?» В голосе Уилтерна слышалось плохо скрываемое нетерпение. «Скоро у королевы родится наследник. Через три месяца состоится обряд благословения Града». «Хорошо. Очень хорошо. Три месяца нам хватит. Начинай вторую фазу подготовки. Я хочу, чтобы всё было идеально. Ни одной осечки. Тот человек, которого ты нашёл, сможет выкупить для нас наиболее удобные дома». Парень кивнул. С тлеющей сигары на ковёр упал пепел. Уилтерн недовольно поморщился, и его собеседник поспешил всё убрать. «Он надёжен и сделает всё в лучшем виде. Какие будут указания для меня?» «Будь мне приглашение на приём у Фолкрита». «На этом пока всё. Не забудь докладывать о ситуации». Парень склонил голову в молчаливом согласии, а затем словно начал растворяться в воздухе. Несколько секунд, и на том месте, где он стоял, теперь парила чёрная бесформенная тень. Она скользнула по стене, потолку и скрылась за окном. Вилтерн проводил соратника задумчивым взглядом, а затем поднялся, чтобы налить немного вина. Сегодня был особый день. У королевы родился наследник. Да здравствует принц. Недолго здравствует. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»